Далее продолжается турне делегации Министерства обороны Москвы по Африке, по африканскому континенту. Что происходит? Шойгу пытается перехватить управление подразделениями ЧВК «Вагнер». Почему? Потому что это самая распространенная частная военная компания, которая сегодня выполняет задачи на африканском континенте. И там от охраны объектов, охрана политиков, объектов, сопровождения грузов и так далее. И фактически сегодня «Вагнер» контролирует, я бы сказал, практически все там. Там, где есть Россия, там представлено, в каких странах, там они это контролируют. И перемещение алмазов сырца, сырьевых алмазов, и золото добычу они контролируют. Это охрана политиков, они контролируют. И вот Министерство обороны после того, что случилось с Пригожиным, пытается перехватить бразды правления на африканском континенте и посещает страны. Для того, чтобы договориться с правителями, что дальше функции, которые выполняли наемники, будет выполнять теперь Министерство обороны. И вчера в Мали прибыл генерал-полковник Юнус Бек Евкуров. Теперь он уже посетил Ливию, Сирию, Цар и Буркина-Фасо. Во всех этих странах раньше имели значительную власть наемники Пригожина. Теперь, скорее всего, либо пригожинские наемники должны будут подписать контракт с Министерством обороны и перейти в подчинение Министерству обороны, либо Министерство обороны должно их заменить на своих бойцов. Интересный вопрос, где они не могут выделить войска для участия в учениях, где же они найдут наемников для того, чтобы заменить ЧВКшников, Вагнера. Там же не одна сотня, не одна тысяча наемников в Африке. Плюс там же эти наемники имеют определенные навыки в выполнении тех задач. Они знают местную инфраструктуру, они знают местные особенности и они тренированы. Это те наемники, будем так говорить, это наилучший фонд Вагнера, который не попал на войну в Украину. Его не тратили никто. Они выполняли свои задачи и продолжают выполнять сейчас на Африканском континенте. Ну, разве что Министерство обороны предложит им аналогичные условия контракта по оплате их труда, то тогда, может быть, да, они начнут подписывать контракты с Министерством обороны. Но, кстати, подписание контрактов с Министерством обороны ЧВК вагнеровцев на оккупированных территориях Украины и в Белоруссии провалилось треском. Никто из Вагнеровцев, ну, мало, очень маленький процент, кто согласился подписать контракт. Все остальные сказали, не, 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 мы поедем в Освоясе. Так что вот так вот происходит сейчас турне генерала, представителя Министерства обороны Рашистской Федерации по странам Африки. Пока Шойгу перехватывает, пытается перехватить борозды правления у вагнеровцев в Африке, в Бурятии, в принципе, развернулась практически гражданская война. Там российские полицейские ведут отстрел, реально можно назвать отстрел, там реально применяется боевое оружие, убивают добытчиков, отлавливают, ну, естественно, с применением оружия, когда они могут отловить или те отказывают сопротивление, вступают в перестрелки. Там фактически, ну, я бы сказал так, что-то вроде маленькой гражданской войны. Добытчики нефрита. Есть такой минерал, там его моют, и вот кто-то из местного руководства решил, что надо отобрать вот или у бурятов этот нефрит, и вызвали подразделения полиции, которые проводят вот такие рейды по отлову и уничтожению в случае сопротивления бурятов, которые занимались вот этим добычей нефрита. На аэродроме, а в это время на аэродроме Энгельс, помните, да, мы все знаем этот аэродром, это была основная база стратегической авиации расистов на Москве, и оттуда все Ту-95 взлетали с крылатыми ракетами, и Ту-22 взлетали с крылатыми ракетами и наносили удары от Энгельса совсем рядом до Каспийского моря, наносили удары по территории Украины. Потом там случилось несколько бавов, хлопков, на аэродроме было повреждено несколько самолетов, в результате они улетели за полярье туда, в Мурманск, где-то под Мурманск, точнее, на военную базу, и теперь они оттуда летают. Но некоторые уже, я так смотрю, самые смелые стали оставаться здесь, в Энгельсе, потому что, ну, это база, всю перенести технику невозможно, это самолеты поднялись и перебазировались. Так вот, те самолеты, которые остаются на стоянках в Энгельсе, до чего додумались московиты? Додумались до того, что крылья этих самолетов обкладывают покрышками. Я, правда, не знаю, какой, и они надеются, что если прилетят дроны вдруг опять, как это было в Крестах, в Пскове, и посекут шрапнелью, посекут фюзеляжи самолетов, тем самым выведя их из строя окончательно и бесповоротно, то покрышки спасут крылья. В крыльях топливные баки, как правило, находятся у самолетов, у основной части конструкции. Так вот, защитить крылья. Так, а подождите, а фюзеляж, чего же вы не обвязываете по кругу тогда покрышками? Потому что фюзеляж открытый, вот на фотографиях, можете погуглить, есть эти фотографии в интернете, где сверху снята вот этот Ту-95, у которого на крыльях лежат покрышки, а фюзеляж голый боссы. То есть можно, если крыло там, хотя я не думаю, что покрышка, это взрыв, это фактически это шрапнель, какое-то расстояние преодолевает с такой же скоростью кинетической энергией, как пуля, выпущенная из, допустим, пистолета. Да, да, дистанция небольшая, но ее убойная сила имеет место на определенном расстоянии. И как бы эти покрышки не спасут. Тем более покрышка, она же кольцеобразная. Ну вот такое вот они придумали. Они считают, что все, они покрышки положили, самолет защищен.